Биткоин и эфириум. Какой следующий шаг? Давайте узнаем на графике. Прежде чем мы начали это шоу, цена биткоина парила под этой линией тренда, и затем она пробила вверх. Я, к сожалению, пропустил возможность показать вам этот нереальнейший трейд. Но ничего страшного, у нас впереди еще очень много классных трейдов, и рынок никуда не денется, так что не переживайте. Так что сегодня мы поговорим о нашем следующем трейде на эфириуме. Так, возможно, вы сможете его поймать. И мы также поговорим о мастер-карт, как они позволяют компаниям принимать крипту при оплате и также держать их на балансовом счету. Так что мы поговорим об этом и многом другом. И если вам это интересно, тогда нажмите лайк, подпишитесь и включите все уведомления. Ну и также оставьте комментарий. Мне очень интересно, как у вас дела, так что у нас будет очень интересное шоу. Сегодня меня зовут Да Винчи Джереми, и я здесь вместе в компании Инти Кампус. Доброе утро, народ. Как у вас сегодня дела? Как у тебя дела сегодня, чувак? Это раннее утро, и я знаю, что ты немного уставший, но мне кажется, что ты уже немножко проснулся. Да, да, это раннее утро, и я ненавижу эту часть дня. Вообще ее ненавижу, но я безумно рад быть на этом рынке и иметь такую возможность для инвестиций. И также я бы хотела узнать твое мнение на сегодняшнее движение цены. Конечно. Но прежде чем я к этому перейду, я должен вам рассказать одну очень интересную историю. Знаете, вчера я взял себе выходной, и я общался со своим другом Дэнни, он из Канады. И знаете, мы, друзья, целую вечность, уже около 30 лет. И он рассказал мне одну историю. Знаете, он работает слесарем, он строит дома и все такое. И он общался с парнем, который клеит обои. И вот они сели и говорили о биткоине. И этот парень, который клеит обои, он сказал, что зарабатывает кучу денег на торговлю биткоином. И что он следует советам одного классного гуру, и что моему другу нужно его посмотреть. Потому что он реально гребет деньги лопатой. И поэтому Дэнни спрашивает, хорошо, но кто этот парень? И клещик обоев, его, кстати, зовут Кэрри, он достает свой телефон, и на экране я. В этот момент Дэнни и еще один парень, они просто взорвались от смеха. Это же да Винчи. И мы, друзья, уже целую вечность, поэтому это было очень смешно. Но, честно говоря, я очень долго ждал этот момент. Когда Дэнни и еще один мой хороший друг из Канады, что они мне скажут, что люди смотрят мои шоу. Так что я очень рад, я безумно рад. И у меня есть еще парочка похожих историй, но я думаю, что оставлю это на завтра. Да, это действительно очень интересные истории. Если вам нравится это шоу, тогда оставьте комментарий, напишите, как у вас дела, и нравится ли вам это шоу. И прежде чем мы перейдем к трейдам, у Инти есть пару слов. Да, я как всегда должен напомнить, что это видео только для развлекательных целей, это не финансовый совет. Поэтому, пожалуйста, проведите собственные исследования, прежде чем инвестировать какие-либо из своих трудом заработанных денег на рынке. Хорошо, давайте пойдем к графику, мы посмотрим, что мы там видим. Да, я знаю, что это шоу немного запоздало, и я знаю, что мы пропустили эту возможность, чтобы открыть здесь хороший трейд. И вы можете видеть, что здесь есть очевидная дубль В, не так ли, Инти? Это указывает на то, что мы, скорее всего, двигаемся выше. Но я немного волнуюсь, потому что у нас здесь большая жирная линия тренда. И вот этот уровень ниже 44 тысяч долларов, где цена любит проверять уровень прорыва. И здесь может быть откат к уровню 61.8 или 78.6, прежде чем мы действительно поднимемся выше. И возможно, что биткоин поднимется только на уровень 61.8, и он уже почти его достиг, и затем развернется и протестирует уровень в 42 тысячи долларов. Или вот эту линию тренда, прежде чем мы поднимемся выше уровня в 50 тысяч долларов. Так что имейте это в виду. И как только мы поднимемся к уровню 78.6, рынок должен будет придерживаться вот этой черты. Он должен будет держать вот эту область на уровне 78.6. И если вдруг медведи не удержат эту область, то я думаю, что с ними будет покончено. Их просто пожарят как курицу, и они будут большими жареными медведями. Так что если рынок не удержит этот уровень в 47.250 долларов, то им лучше уйти с дороги. Потому что, да, вы увидите больших поджаренных медведей, как только цена начнет двигаться к 50 тысячам и еще выше. Так что, да, мы ждем этого. Мы ждем больших жареных медведей. И мне интересно, если это действительно деликатес где-нибудь. Скорее всего, да. Да, возможно, в России или, может быть, на Аляске. Да, точно. И давайте перейдем к эфириуму. Но прежде чем мы это сделаем, вы должны остаться на этот трейд, потому что он действительно интересный. И этот трейд принесет вам целую кучу денег. Тут много доказательств, что этот эфириум трейд сработает. Точно, как я предсказал. Точно, как я предсказал. И если вы хотите торговать, то вы можете это делать на Bybit. Просто введите bybit.davincij15.com И я бы вам посоветовал, если у вас есть приличная сумма денег, или если вы очень дисциплинированы, прежде чем вы начнете торговать на одной из этих бирж, инвестируйте лишь 5% от вашего портфолио, которое вы держите. И затем торгуете лишь 5% из этого депозита. Только 5%. Это максимум, который вы можете потратить на любом трейде. Так что, если ваш депозит составляет 1000 долларов, то вы можете потерять только 50 баксов на любом трейде. И да, мне жаль, что вы не получите трейд на 1 миллион долларов. Но это способ выживания на этом рынке, чтобы вернуться и продолжить на следующий день. И если вы хотите иметь немного больше, чем 1000 долларов, тогда вы можете использовать вот этот бонус. Допустим, у вас есть много биткоинов, то вы можете их положить на некоторое время на эту биржу и затем получить обратно вместе с бонусом в 600 долларов. Ну и затем вы можете просто увеличить ваше портфолио немного быстрее с помощью этого бонуса. И чтобы это сделать, вы найдете ссылки на Femex также в описании. И давайте перейдем и посмотрим, что же происходит с эфириумом и как мы можем на нем торговать. Я смотрю на этот график и кое-что вижу. Давайте нарисуем Fibonacci на уровне 38.2. Давайте нарисуем вот из этой точки. Давайте посмотрим. И да, это то, что я имел в виду. Знаете, я действительно способен заметить вещи без уровня Fibonacci просто глядя на графики. И когда вы будете смотреть на графики так же долго, как я, то вы тоже сможете заметить каждый уровень. И да, вы видите, что мы отскочили от уровня 38.2. И если мы направимся сюда на вершину, то прорыв приведет нас к уровню... Давайте я нарисую. Давайте предположим, что это отсюда. Сюда. И прорыв приведет нас к уровню... Посмотрите. Уровень в 2200 долларов. И что там? Да, именно. 1.618. Правильно, вы это видите. Да, вы это видите. Но подождите, тут еще больше. Если мы нарисуем паттерн AB равное CD, и мы можем это сделать вот от этого очевидного W паттерна. Давайте нарисуем прямо сейчас. Вот AB. Мы его клонируем. Перенесем сюда. И давайте посмотрим, куда она нас приведет. И да, правильно. Это уровень 2200 долларов. И знаете, сейчас мне интересно, если мы можем увидеть паттерн голова и плеч на эфириуме. Ты видишь паттерн голова и плеча? Он не самый лучший? Не совсем. Я должен присмотреться. Да, он не самый лучший, но он присутствует. Я должен присмотреться, чтобы сказать, если это действительно голова и плеча. Вот так вот. И мне нравится это неплохо. Да, я не люблю эти угловые головы и плечи паттерны, но они засчитываются. Итак, вы можете видеть, что это паттерн голова и плечи. И вот здесь от линии шеи. Вот, от линии шеи к голове. И вы также можете сказать, что это W, потому что это действительно похоже на W. И мы устанавливаем это на уровень прорыва. И что мы видим? Что это? Да, правильно. Это 1.61.8. И что это означает? Что это означает, когда у нас столько подтверждений? Это означает, что это бесплатный выигрыш. Это бесплатно. Это совершенно бесплатно. Да, я имею в виду, что, да, все, что угодно может случиться. Эта штука может пробить вниз. И вы можете потерять ваши деньги. И поэтому никогда не стоит говорить, что это 100% вероятность, что я собираюсь поставить все свое портфолио с кредитным плечом в 100 раз. Нет, нет и нет. Что вы должны сделать, если вы хотите торговать? Я вам покажу. Потому что может произойти все, что угодно. Вы должны это принять. Поэтому вы должны поставить только 5%. Несмотря на то, что это кажется, о мой бог, как я могу тут что-то потерять? Да, вы можете. Вы можете потерять деньги. Ничего не гарантировано в мире торговли. У вас есть только то, что может предположить рынок. У вас есть технический анализ. И также принятие того, что вы можете потерять этот трейд. Поэтому инвестируйте лишь 5% в рынок. И это все. И если вы хотите торговать эту сделку, тогда вы можете открыть лонг. Вот в этой точке. По сути, это на уровне прорыва. И мы пойдем вверх к нашей целевой цели, которая находится на уровне 1.618. Может быть, немного ниже или даже, возможно, немного выше, но только на всякий случай. И затем мы устанавливаем наши инструменты, такие как соотношение риска к прибыли 2 к 1. Это как минимум. И здесь будет стоп-лосс. Так что, если цена развернется вниз к этой отметке, то у меня стоп-лосс, и я закрою этот трейд. И поэтому вы должны принять, что может случиться все, что угодно. Что рынок может себя так повести, и цена может упасть и закрыть вашу сделку. И я знаю, что многие из вас скажут, мне все равно, мне совершенно все равно, я хочу открыть этот трейд сейчас. И вы можете это сделать. Но, знаете, я заметил, что когда я открываю сделку, когда цена еще не пробила, то получается так, что цена выбирает противоположную тенденцию. Так что, да, это зависит от вас. Вы всегда можете передвинуть ваш стоп-лосс, или вы можете поменять соотношение на 3 к 1. Здесь это больше выглядит как 4 к 1. И вы также можете инвестировать всего 50 долларов и сказать, да, я собираюсь принять всю ответственность. И посмотрите, это практически соотношение 5 к 1. Если мы немного передвинем, это почти 5 к 1 соотношение риска к прибыли. Так что, да, возможно, это стоит риска, потому что вы получите в 5 раз больше ваших денег. И если этот трейд сработает, то, еще раз повторю, это ваш выбор. Просто вот такие варианты торговли на сегодня. И сказав это, знаете, если вы используете мои ссылки, но вы, конечно, также можете использовать ссылки, например, Криса, или Карла, или Айвен Антек. Я имею в виду партнерские ссылки к биржам. Так что, если вы хотите помочь таким образом нашим каналам, это отлично. И я действительно очень это ценю. Но если вы хотите помочь именно моему каналу и вам самим, токену DJ15, как держать токену DJ15, то вы, возможно, получите больше прибыли. Потому что я беру процент от продаж, я покупаю эти токены и сжигаю их. Так что, если вы хотите получить свою долю от всех продаж, который я делаю на разных биржах, тогда вам определенно стоит приобрести немного токена DJ15. Так что, вот, это один из способов, как помочь каналу и как помочь вам самим. И вы также можете перейти на мой сайт davincij15.com и присоединиться и присоединиться к моей группе на Telegram, где мы обсуждаем разные трейды. Знаете, у Инди там очень много трейдов, которые он открыл, и он заметил, что получает 55% на них, что делает его очень хорошим трейдером. Но вы должны принять все возможные потери. Но если вы меня слушаете и устанавливаете соотношение риска к прибыли 2 к 1 как минимум, то вы делаете деньги, и вы делаете больше денег, чем теряете. Не так ли, Инди? Да, это так. Так что, если вы хотите увидеть профессиональные трейды, тогда присоединяйтесь к моей группе в Telegram. И также имейте в виду, что вы получаете доступ к стримам. И вы также можете получить доступ к группе в Telegram. И вы можете смотреть это видео в стриме в 8 утра по времени Santiago, Chile. И вы также можете получить доступ к стримам, если купите токен DJ15. Но для этого вам придется немножко потрудиться, потому что я хочу группу избранных людей, которые готовы усердно работать. Чтобы присоединиться, вам нужно будет написать сообщение, и тогда у вас тоже будет доступ к стримам. Но если вы не хотите делать ничего из вышеперечисленного, что вполне нормально, вы всегда можете смотреть стримы на Twitch, потому что мы тоже транслируем на Twitch. И, сказав это, давайте перейдем к сегодняшним новостям. Jim Kramer из Mad Money говорит, что Tesla, PayPal и MasterCard делали Bitcoin очень популярными. Да, это именно так. Но самое главное, что он говорит, это в этом видео, которое я включу. Есть разные варианты того, что вы можете сделать с наличными. Я полностью за это. И я даже больше считаю, что это безответственно, не включить это. Я считаю, что каждый финансовый директор должен прийти и сказать директорам, стоит ли нам вложить часть наличных в Bitcoin. Это кажется интересным способом хеджирования против фиат-валюты. Вот, это ключевая информация. Сейчас, когда это сделала Tesla, когда они инвестировали в Bitcoin и также заявили, что они будут принимать Bitcoin в качестве оплаты, то это открыло двери корпорациям и хедж-фондам, которые хотят защитить свои деньги, свои наличные биткоины. Потому что, если они сейчас это не сделают, то они будут выглядеть как дураки. Если один из самых умных и самых богатых людей на планете это сделал и заработал кучу денег, а они нет, то да, они будут выглядеть просто как полные идиоты. Так что, они определенно выстроятся в очередь один за одним. И вот видите MasterCard? Они здесь, чтобы помочь. Это очень смешно, потому что сначала они боролись с биткоином. Я помню, как в 2017 году они боролись с ним и говорили, зачем кому-то нужны цифровые деньги, что в этом нет никакого смысла, что их стоит запретить, что это незаконно, что вы не должны их использовать. И сейчас... О, кстати, если ваша компания или бизнес хочет принимать биткоин в качестве оплаты, то мы сделаем это за вас. Мы позаботимся об этом в этом году. И знаете, этот мир меняется так быстро. С тех пор, как я впервые заинтересовался биткоином, я помню, как тогда люди смеялись, они смотрели на эту монету, на что-то под названием биткоин и смеялись. И я просто не могу в это поверить. Я не могу поверить, что сейчас мы здесь. И знаете, часть меня действительно думает, что это возможный заговор против биткоина, который я не вижу и не понимаю. Потому что все происходит слишком быстро. Все происходит слишком быстро и без особого вмешательства правительству. Единственная проблема, которую я вижу, и я готов поспорить, что они не позволят вам обналичить ваши крипты в ваш кошелек. Я уверен, что они не позволят это сделать, потому что это единственное постановление сейчас. Возможно, они разрешат покупку и хранение криптовалюты, как это уже сделал PayPal. Так что да, возможно, они поступят так же. Да, вы можете получать криптовалюту и тратить ее, но вы можете это делать только там, где принимают MasterCard или что-то в этом роде, что-то очень глупое. Так что не удивляйтесь. И прежде, чем я закончу это шоу, давайте посмотрим на доминирование биткоина. И да, все точно, как я и предсказывал. Точно, как я и предсказывал. Доминирование прыгает вверх и вниз вот в этой области, и это будет продолжаться некоторое время. Но как только она пробьет вот этот уровень, как только мы пробьем эту маленькую голубую линию тренда, которая еле видна, я думаю, что это будет все. И мы набираемся прямо к 44%, и это будет безумие. Мы увидим, как альты будут залетать в тысячи раз. Невероятно. Просто невероятно. Потому что все смотрят на биткоин и думают, что он стоит слишком дорого. Смотрят на альткоин и думают, что они упустили этот шанс, тут уже рос 10 раз. Абсолютно невероятно. Я не могу в это поверить. И знаете, это будет лучшее время для криптоинвесторов. Вы очень повеселитесь. Не так ли, Инти? Все будут просто веселиться и праздновать? Да. И спасибо всем за просмотр. Мы перейдем к вопросам и ответам. Так что, если вы хотите это увидеть, то вы можете их посмотреть на моем альтернативном канале. Ссылка в описании. И также, если вы владеете другими языками, как, например, немецким, испанским или русским, ссылки на эти каналы тоже в описании, поэтому, пожалуйста, поделитесь этим с вашими друзьями. Итак, спасибо за просмотр. И помните, что биткоин реальный. Биткоин здесь, чтобы остаться, и вы должны быть частью этого. Всего хорошего, пока! Пока!